В Ханты-Мансийске сегодня почтили память погибших при блокаде Ленинграда. 78 лет назад вокруг северной столицы замкнулось вражеское кольцо. В Югру из осажденного города в 1942 году привезли около тысячи детей. Некоторые из них остались здесь навсегда. Сейчас в округе проживают около 60 свидетелей блокады. В Мусее природы и человека ветераны встретились с единороссами. Поделились военными воспоминаниями и съели по кусочку черного хлеба. Его из ржаной муки, овсяных отрубей, подсолнечного жмыха и соли приготовили по рецепту военных лет. Как отмечают сотрудники музея, это самый простой способ приготовления. По крайней мере, такой хлеб был съедобный. В первую зиму в Ленинграде пекли суррогат из-за того, что не было муки и масла. В тесто, которое больше было похоже на пластилин, добавляли опилки и целлюлозу. А формы смазывали машинным маслом. Как человек, я еще могу себе представить, как доктор, я не понимаю. 900 дней, 125 граммов. Это дневная норма хлеба. Причем он сейчас очень точно, сказали блокадники, он сейчас похож на хлеб. А те ингредиенты, которые были, о которых нам рассказали, они в хлеб, в принципе, попадать не должны. И это было 900 дней. Каждый день. Если был бы такой хлеб постоянно, в достатке, можно было жить. Коля, отец работал на фабрике, на этой, на табочной. Он развозил продукцию на лошади. Вот лошадь подкармливая там дуранда, прессованный такой жмых и соленый. Вот я помню, мы сосали этот жмых, кусали его, как лошади.